всем привет мы с вами сегодня познакомимся с созданием игр на платформе какой unity точно а самым внимательным мы раздадим что наклейки на ноутбуке если но если у вас чистая крышка ноутбука это неправильно крышка нужна для того чтобы на ней клеить наклейки где вы были вот на конференцию пришли на ноутбук наклейку наклеили знакомого встретили наклейку наклеили потом наклейки заканчиваются вы меняете ноутбук приходите к начальнику говорите нужен новый ноутбук наклейки некуда клеить потому что склеивать их очень тяжело клеить намного легче тем у кого некуда клеить наклейки и значки но немного поэтому слушаем внимательно есть одна большая футболка потому что когда мы были на конференции сказал bertran ну что все разработчики unity они здоровые большие. А потом приехал в Украину и понял, что больших разработчиков на самом деле не так много. Все разработчики теперь стройные, ходят в спортзалы, и теперь получается, что футболок у меня только… Футболок много, но все большие и некому их раздать. Поэтому будем в конце с девчонками искать по-настоящему большого разработчика размера XL. Там были бы футболки 2XL, они здоровенные. Ну вот я смотрю в зал, но 2XL я не наблюдаю. Вот. Кто уже раньше видел Unity? Хорошо. Кто комфортно себя чувствует с программированием? Ну тоже, ну вы смеетесь, смех из первых рядов хорошо, а людям может наскучить в течение часа, смотреть, как что-то непонятное происходит на сцене. Хорошо. Кто уже, кто пошел в программирование, потому что любит игрушки? Честно, честно, тоже хорошо. То есть программирование, ну некоторые говорят, что игрушки – это социальное зло, что они отнимают время, что они убивают наших детей. Вот мы делаем платформу, на которой люди делают игрушки. На самом деле люди пытаются… Вот все… Кто пытался написать игрушку? Вот. А кто написал? Молодцы. Не все написали игрушку, но все потом пошли в конце концов войти. Потому что пока ты пытаешься сделать игрушку, ты очень много узнаешь о том вообще, как происходит программирование, как строятся игры. Вы думаете, только навыки программирования нужны, чтобы написать игру? Нет. У меня навыки программирования там выше среднего. Ну я, по крайней мере, хочу верить в это. Вот. Вы как-то не смеетесь, так затихли. Да. Ну так. А может ты и средний вполне себе, смотря… Ну как бы… Каждый хочет верить в то, что он чуть-чуть лучше. Правда? Если в это не верить, то будешь ходить целый день с опущенным носом, как последний неудачник. Поэтому каждый верит в то, что приходит на собеседование, человек говорит, что он все умеет, все знает. И это хороший настрой уже, есть повод для разговора. А если он приходит и говорит, я ничего не знаю, так пришел просто уже и какого-то настроя такого нету, челлендж нету. Если он ничего не знает, то зачем же он к нам пришел? Опять грустно. Не будем о грустном, о собеседовании этих чурах. Сегодня суббота. Вот. Поэтому игрушки – это хорошо, потому что когда дети пытаются… Там сначала дети играют, потом они хотят написать игрушку, потом они становятся программистами. Вот как мы с вами сидят на таких конференциях замечательными. Вот. И имеют шанс, если они хорошо растут и хорошо питаются, получить большую футболку в настоящей Excel. Что вы знаете о Unity? Игровой движок. Чем отличается этот игровой движок от остальных? Кроссплатформенный. Очень сильно кроссплатформенный. Это очень большая кроссплатформенность, это очень сильная головная боль. Я работаю в компании Unity Technologies в роли ToolsMeta. Мы пишем инструменты для тестирования. Рядом сидят ребята, которые тестируют Unity. И они тестируют Unity на 20. Раньше было 20. Ответ на все вопросы был у нас 21. 21 платформа. И это было очень хорошо, потому что это составляющая числа 42. 21 на 2 получится 42. Это очень красивое число. Кто знает почему? Ответ на все вопросы. Конечно. У нас есть терминал 42 в Одессе. Тоже, видимо, не случайно назван. Все программисты любят 42. Но у нас добавилась одна платформа. Теперь у нас 22 платформы. И мы больше просто 22 теперь. А раньше было такое красивое число. 22 платформы, под которые можно взять и скомпилировать игрушку. Туда входит Android, iOS, Windows Phone, Windows 8, 10, 8.1. Ну все, вся серия Windows. Туда входят приставки игровые. Это PlayStation, это Xbox. Но чтобы под них компилировать, вам нужны лицензии. Соответственно, чтобы собрать игрушку под iOS, под iPhone, вам нужна лицензия на разработку от Apple. Либо вы можете воспользоваться нашей облачной системой Cloud Build. Вот. То есть вы берете игрушку, строите и потом можете деплоить ее на разные-разные-разные устройства. Если вы обладатель Андроида, можете поставить Android SDK Unity, запустить и у вас все будет работать. Причем абсолютно хорошо. Ну если все хорошо написано. Тут уже осталась задача за вами написать эту игрушку. На чем программируем Unity? На C-Sharp. C-Sharp, Unity Script. Он был раньше у нас в документации как JavaScript, но он не JavaScript. Он все-таки Unity Script. JavaScript похож на него, но он все компилирует за довел-код. То есть у нас внутри работает Mono. Внутри Unity работает Mono-машина. Она все это запускала раньше на всех платформах. Но тут вот Apple-товарищи решили, что они больше не будут 32-битные приложения поддерживать у себя на устройстве. Это серьезно поставило нас в тупик, потому что Mono-система, мы как бы форкнулись от Mono и все время сопровождали свою версию. Она была точно, она точно работает на всех этих устройствах. И тут если нам апгрейдится на новую версию Mono, это полный провал. Может быть все что угодно, потому что новая версия Mono ушла далеко от нашей и не факт, что работает сейчас так, как планировалось. Поэтому наши инженеры придумали такую штуку, как il2cpp. То есть сейчас C-sharp, Boo и Unity Script они компилируются в Intermediate Language, промежуточный код такой. Потом этот промежуточный код компилируется в C++. Но вот скоро будет JavaScript конференция в Одессе, да? Артем, будет вот в августе JavaScript конференция. Вот чтобы скомпилировать Unity в JavaScript, для того чтобы сделать WebGL, потому что Chrome тоже ставит палки в колесах. На Chrome с октября месяца перестанет запускаться Unity Player. Они сказали, что нет нативным плагинам. Это очень зря, потому что мы очень расстроены, потому что мы любили, по-настоящему любили это. Наш Unity Web Player. Кто игрался на Web Player в игрушки? Ай-яй-яй-яй-яй. Там классные игрушки, как Quake есть такая. Есть игрушка Dead Trigger, есть игрушка Uber Strike на Facebook. Можно прямо как в Quake играть. Все это запускается в плагине вашего браузера. То есть даже надо ставить еще дополнительное. Так вот, теперь вот, чтобы скомпилировать C Sharp в JavaScript, мы компилируем сначала C Sharp в L-код, потом L-код в C++, а потом C++ в JavaScript. Ну, такой процесс. При этом исходники иногда получались мега большие. Ну, как говорится, это не проблема. Все проблемы решаются. Вот сейчас у нас можно компилировать. Не все, конечно, но большую часть можно компилировать под WebGL. WebGL сейчас находится в Альфе, потому что те, кто делают стандарт для WebGL, вы знаете, что производители браузеров, они долго договариваются. Ну, вот кто программирует на JavaScript? О, о. Вот эти люди знают, что производители браузеров очень долго договариваются о стандартах. Они вроде выпустили, вроде назвали одним словом, а на самом деле на всех браузерах работает совершенно по-разному. Ну, может быть, какие-то непредсказуемые части. Поэтому у нас вроде все работает, но мы пишем там превью, 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 потому что реально что-то может в какой-то момент перестать работать, и мы с этим ничего не сможем сделать, потому что мы не контролируем платформы, мы подстраиваемся максимально под их возможности. Загрузил, да? А дальше будет интереснее. Дальше мы откроем эдитор, потому что у меня в презентации три слайда. Я так много не говорил, у меня три слайда. Есть слайд про меня, и есть еще один слайд. А почему? А потому что слайда здесь не главное. Напомните мне, кто тут умеет программировать? Хорошо. Ну, по идее, теперь, если вы умеете программировать, то запустить Unity и написать игрушку для вас будет довольно просто. Потому что Unity штука простая, а проектор здесь очень скромный. придется подстраиваться под ее возможности. Я никогда в таких лаяутах не работаю, но видите, я балованный. Так, предположим, мы запустили Unity, да? Ну, предположим, вы скачали совершенно бесплатную версию Unity, правда? У нас есть, кстати, символ этой версии Unity. Вот. Доктор Фрэнсис. Вы знаете доктора Фрэнсиса? Он теперь вот смотрит на нас везде. Вот. Это самый настоящий такой вот сотрудник бывшей Unity. Просто ребята решили, что нам нужен новый концепт, новая какая-то идея. Вот решили изобразить доктора Фрэнсиса. Не всем нравится доктор Фрэнсис. Вот. Не знаю, почему. Ну, наши ребята, наши художники очень креативные. Они решили сделать логотип для профессионал версии Unity. У нас дело в том, что сейчас в бесплатной версии есть все, что было раньше в профессиональной. Поэтому они решили, что доктор Фрэнсис – это символ бесплатной версии, потому что он белый. И решили, что все премиальное, оно черное. Вы знаете, вот черные, ну, кроме маков, наверное. Черные там телефоны, черные машины. Вот они решили, что у черной версии Unity, Professional, должен быть тоже свой символ. Вот. Это так, шутки. Смотрите. Предположим, вы скачали бесплатную версию Unity, в которой уже все включено, и вам позволено ей пользоваться до тех пор, пока ваш оборот не превысил 100 тысяч долларов США в год. У кого есть… Ну, я не буду спрашивать. Это консиденциальная информация. Это небезопасно. Вы на видео можете попасть. Я потом буду виноват. Короче, я предполагаю, что у большинства из вас, у кого есть больше 100 тысяч, тот купит лицензию Unity. Вот. А у кого нету, берем, просто качаем бесплатную версию Unity с нашего сайта и запускаем ее. Когда Unity Editor запустился, вы видите такую красивую картинку. Здесь у нас есть… Давайте разотнем ее в Default Layout. Вот. Это то, что вы увидите сразу после старта, без всяких моих этих заморочек. Здесь у нас есть по умолчанию какая-то открытая сцена. То есть внизу вот то, что написано как Project, это просто наша файловая система. То есть Unity сама по себе работает… Unity проект – это всего лишь набор папок. В папках хранятся какие-то картинки, модели, скрипты, все-все-все-все-все-все. Unity очень любит это все импортировать. Поэтому если вы возьмете какой-нибудь тяжелый проект, то у него появится структура папочек. Вот. В этой структуре папочек будет куча… Сейчас будет папочка Assets и будет папочка Library. То есть Unity, когда затягивает ваши все ассеты, которые вы туда положили, картинки, все она делает преобразование. Если, например, модель не подходит Unity, она преобразует в ту, которая подходит, чтобы дальше вы потом могли работать. То есть открытие проекта тяжелого, оно может сопровождаться какими-то тормозами, потому что Unity индексирует вот это все ваши ассеты, которые вы туда положили. То есть в Library можно смело, если вы делитесь с кем-то проектом, папочку Library можно грохнуть, папочку Temp можно грохнуть. Если вы грохнете папочку Temp при запущенной версии Unity, Unity тоже грохнется. Потому что Unity не ожидает от вас такой жестокости, что вы Temp файлы прямо из-под ног выбили. Поэтому Unity падает, и дефект на это писать не надо. Не стоит, потому что это вандализм. Вот. Мы предполагаем, что вы работаете с Unity абсолютно стандартными способами. Никаких противоестественных действий. У нас есть иерархия. То есть все, что на сцене, есть в иерархии. Даже то, что не отображается на сцене, все равно есть на иерархии. То есть если вы какой-то объект, например, у нас самый популярный, у нас даже головосовая система управления была, как хобби проект. Можно было сказать Create Cube, и Unity за вас создавал куб. Потому что кубами можно смоделировать все, что угодно. Если у вас хорошее воображение, помните старые игрушки 8-битные. Там вот один символ бегал, и там можно было пришелец это был, или это был зомби, или это был главный герой. Все были примерно одинаково похожи. Но было играть так интересно, потому что воображение за нас достраивало. А теперь вот эти все новомодные игрушки, в них вроде все красиво, но нету чего-то вот такого. Иногда не всегда есть история, сюжет. Поэтому вы можете сделать классную игрушку, даже просто смоделировать все кубами. Мы нажали Game Object, 3D Object, 3D Cube, и получили замечательный куб. Можно так же самое сделать себе капсулу. То есть в Unity нет процессов работы с моделями, нет моделирования. Вы не можете там создавать полигоны, делать свои модели. Для этого есть, например, Blender. Кто-то видел Blender? Ну, есть надстройка. Имеется в виду в редакторе этого самого нет. Ну, и делать, если честно, моделирование в Unity – это удовольствие еще то. Но надстройки действительно есть. Но реально вот я вам рекомендую делать всю эту работу во внешнем приложении, потому что там Unity может в процессе этого моделирования там от того, что это сторонний плагин закрашится. И тут оно не рассчитано на это, потому что будет не так удобно. Поэтому мы берем там Max, Mayu, Blender, Cinema, 4D, Google Sketch, или он уже не Google, уже не Google Sketch. Что-нибудь берем и моделируем свои там человечков, домики, там все, что вам нужно, там, маловушки, лезвия. Вы любите кровавые игры? Кто любит кровавые игры? Кто любит? А-а-а! Ну, все-таки как-то… Ладно. Я слышал громкие голоса, нет? Но большинство людей все-таки… Ну, большинство игр с жестокостью. Значит, большинство людей воспринимает ее, и это все равно не настоящая жестокость. Я не думаю, что это сильно страшно. Если вы зомби задавите этим кубом, ничего страшного зомби не… Поверьте мне, никто не пострадал. Просто мы спрятали модельку и все. Но об этом позже. Кстати, хорошая мысль, если успеем, может, мы действительно и задавим зомби кубом. Мне кажется, это прикольно. Вот. Значит, что у нас есть? У нас есть слева иерархия. Вы заметили, что я добавил куб и сферу, и автоматически эти объекты появились в иерархии. То есть мы так можем браузать все, что у нас есть на сцене. То есть даже если мы кубик этот спрячем, мы спрятали кубик, он все равно останется в иерархии, и мы сможем его найти. И справа у нас инспектор. Инспектор показывает все свойства этих объектов, которые вы на сцену вытянули. Вот. Соответственно, в инспекторе мы можем включать и выключать разные компоненты. Компоненты есть стандартные, компоненты есть рукописные. То есть в данном случае мы смотрим на 3D-объект. У всех объектов, которые попадают на 3D-сцену, абсолютно у всех без исключения, есть вшитая вот эта секция transform. Это не компонент, вы не можете его удалить. Он всегда, всегда, всегда со всеми объектами есть. В нем есть позиция этого объекта в пространстве. Вы можете вот так вот потягать, поменять позиции, поменять позиции. У него есть вращение, кубик можно вращать. Ну, это касается любого объекта. И его можно масштабировать. То есть масштабируя кубик, вы можете сделать практически все, что угодно. Можно сделать стену, можно сделать землю, можно опустить вот эту штуку. У нас X, соответственно, есть оси X. Она по умолчанию смотрит вправо. То есть чтобы сделать корректный вид на объект, например, на главного персонажа, мы должны поставить картинку так. То есть у нас X уходит сюда. X это вправо, Z это вперед, и, соответственно, минус Z это назад. А Y это вверх, и, соответственно, минус Y это вниз. То есть когда мы по Y опускаем эту штуку, мы опускаем вниз. Вот. Компоненты есть, например, CubeMeshFilter. То есть мы можем присвоить этому какому-то объекту в пространство. То есть он пока что у нас, если мы создадим пустой гейм-объект, он будет вообще просто содержать этот самый трансформ. Если мы при этом на этот кубик, например, добавим meshFilter, добавим boxCollider, это просто отслеживает границы этого объекта, чтобы он мог с чем-то сталкиваться или быть для чего-то препятствием. Это в основном штука для физического движка. И meshRenderer, который умеет это все рисовать. Вот meshRenderer, он умеет там отрисовывать тени, ему можно назначить материал. То есть мы можем вполне раскрасить этот ассет, например, создать материал. Это тоже очень просто. Вот. Мы можем задать ему цвет, например, зеленый, да? Травка зеленая, а на ней зомби. Да? Правильно? Зомбаки на зеленой трафте. Вот. То есть мы просто выставили цвет альбедо, этот цвет отраженный, как diffuse. Вот. Мы можем сделать его металлическим. То есть... Ну, на самом деле, очень плохо металлические всякие штуки проверять на плоских вещах, потому что нам нужно отражение. очень прикольно смотреть на то, как ведут себя материалы на круглых вещах. Например, на той же самой сфере. Например, на сфере мы возьмем там ее красненькую. Скажем, что это действительно металлическая штука какая-то. Вот. Меня спрашивали ребята из какой-то студии, говорят, ну, ты можешь сделать сразу красивое что-то? Илья сказал им, что я могу сделать за 5 минут что-то очень красивое. Показал им примерно такую штуку, они посмотрели, говорят, что это красиво. Я говорю, ну да, смотрите, там сфера, отражение, тени. А там собрались художники, дизайнеры всякие, которые, ну, я плохо очень моделирую, поэтому для меня это уже достаточно красиво. Они мягко, но сказали, что это еще не красота. Ну, может, не очень мягко. Вот. Смотрите, мы можем, сейчас мы можем взять, отрисовать эту сферу, но самое, пожалуй, веселое, что вот взяв в руки просто Unity, вы можете сразу сделать что-то интересное. Это вы можете добавить физику. Физика в Unity встроенная, вы можете настроить гравитацию, настроить там силу трения, и шарик оживает. А катиться, кстати, он не должен. Вот. Дело в том, что, по-моему, когда я… Ну, трения там нету, просто когда я играл со сплоскостью, я, по-моему, ее наклонил слегка. Да, ну, не беда. Вот. Он по умолчанию должен был просто стоять. Я вам сдам очень важный секрет. Очень сложно вращением настроить камеру. Если вы работали с Unity, вы знаете, что камеру настроить очень-очень сложно, если вы будете просто ее вращать и пытаться что-то сделать. Поэтому мы делаем GameObject Align with View, мы выбираем камеру, выбираем вот эту опцию GameObject Align with View, и она автоматически ставит камеру, начинает смотреть туда, куда смотрит наша вот эта вьюха, то, что мы настроили. А здесь ее, в принципе, более-менее просто настроить. Я вам не успею сдать всех горячих клавиш. Если вы хотите подробнее выяснить, как я делаю навигацию, как что происходит здесь у меня, то давайте после сессии я вам покажу основные секреты, потому что они займут кучу-кучу времени, а нам же нужна игра про зомбаков. Правильно? Ну, ладно. Землю я прибью, вот эту красивенькую зеленую травку, потому что я уже... Ладно. И сферу туда же. Создаем плоскость. Плоскость и будет нашим суперигровым пространством. В 99, наверное, целых и 9 десятых всех игровых прототипов плоскость является землей. Мы можем ее растянуть. Сразу же по иксу и по зету, как вы помните, да? По иксу и по зету у нас получилась шикарнейшая здоровенная площадка для игры. Мы бросаем на нее какой-то материал, вот она получилась уже цветная. Я вам забыл рассказать, что по умолчанию у нас уже есть источник света. На сцене мы можем поставить там какой-то... менять, каким цветом будет все это освещено. Вот будет желтоватым немножко. Вот какой-то такой зловещий желтый цвет. Главный герой. Создаем. Из чего будем делать главного героя? Куб. Объясню. Куб плохо. Знаете почему? Потому что углы. Вот правильный ответ издалека. Потому что к углу. Не то, что не катится. У нас и не сфера водит. У нас будет капсула. У капсула нет углов. Дело в том, что когда вы делаете куб главным героем, он своим низом, например, цепляется за порожки и падает. Или не падает, а клинит его. А у сферы, смотрите внизу, какая классная штуковина. Она кругленькая. И она эти порожки переплывает вот так вот аккуратненько. Поэтому куб, он хорош для всего, кроме главного героя. То есть вот смотрите, у нас будет... По вашим просьбам у нас будет куб. Вот будет куб, и он будет препятствием каким-то, да? Домом. Дом из куба. 4, 4. Вы заметили, что он из середины расширяется. У куба там точка пива. Относительно этой точки происходят обычно все кубе образования. Но мы дом поставим подальше, потому что он сейчас нам не нужен. Вернемся к главному герою. Я вам показал, что можно делать там разные-разные-разные всякие простые как бы штуки с ним, правда? Очень простые там добавлять просто компоненты. Мы добавим к нему... Ну давайте rigidbody, как мы говорили. То есть он будет физическим телом. Если мы запустим сейчас, он раз, вот, и будет стоять. Вот. А теперь мы добавим свой собственный скрипт. Это первый скрипт, который мы сегодня напишем. Он будет плеер. Сегодняшнее программирование усугубляется тем, что я держу одной рукой микрофон. Кто набирает текст одной рукой на клавиатуре? Да я пока справляюсь. Ну это как-то новый вызов. Да? У тебя рука будет затекать. Будет затекать. А на стол вам не слышно будет. Тут зал большой. Спасибо. Вот. Мы создали первый-первый, наш самый первый скрипт. Что-то сложное вы видите? Кому не видно из-за колонны? Вы можете как-то встать или пересесть, или перейти, потому что реально все будет происходить в эдитере, в коде. Много будет всего происходить. Если вы не увидите, будет плохо. Смотрите. Старт у нас запускается, когда стартует сцена. Старт проходит, у нас, предположим, там 10 кубов. На каждом кубе будет вызван этот метод старт. И мы погнали дальше. А апдейт метод будет вызываться на каждом фрейме. То есть каждый раз вы знаете, что у нас есть фрейм с персекондом. Самый важный компонент игры. Чем больше FPS, тем круче ваша тачка или телефон. Чем меньше FPS, тем хуже игра. Что происходит при малых FPS? Лаги. Точно. Дергается все. Это значит малый FPS. Fixed Update – это такая штука, которая вызывается на апдейте физики. То есть апдейт физики происходит независимо от апдейта кадров, кадров рендеринга. Потому что физике нужны фиксированные расстояния между вызовами. Потому что физика что-то обсчитывает, она опирается на время. И очень надо, чтобы физические ивенты были вызваны как-то равномерно. Так как мы туда забабахали физическое тело, то мы хотим работать в фиксд апдейте. Потому что нам нет смысла работать в других апдейтах, потому что они не будут учитываться до следующего фикста. Понятно, запутал? Ну хорошо, непонятно. Есть статический такой метод, статический такой объект input. У него есть метод getAccess. Он позволяет нам взять какую-нибудь ось. Ось контроллера. На самом деле контроллеры определены в эдитере. То есть мы где-то их заранее уже по умолчанию на этом контроллере будут кнопочки курсора и WSAD. То есть вы, если сделаете просто то, что я делаю сейчас в пустом проекте, у вас все будет работать. Немного копипейста. Здесь возникают самые непредсказуемые ошибки. Потому что когда ты копипейстишь, ты теряешь бдительность. А когда ты теряешь бдительность, в код закрадываются ошибки. Вот. И теперь у нас есть объект, вот тот, на котором мы стоим. У него есть rigidbody. Раньше rigidbody можно было получить проще, потому что раньше было свойство rigidbody. А теперь, видите, нам сказали, что все компоненты должны трактоваться единообразно. Поэтому нам сказали, что теперь весь доступ к любым компонентам, встроенным, не встроенным. Раньше был рендерер, раньше был rigidbody. Теперь происходит вот так. И теперь rigidbody. Что мы сделаем с ним? Силы добавим ему. Мы возьмем вектор 3, да? Правильно? Что такое вектор 3? Кто знает? Да. Этот вектор на 3 компонента, причем очень адаптированный под нужды unity. Мы запушим туда по горизонтали. То есть вот первая компонента это x. По x мы скажем, что мы возьмем горизонтальный input. По y мы возьмем 0, потому что в y мы не движемся, правильно? Y это вверх-вниз. Поставим y, он будет летать. Ну, прыгать хорошо. И поставим vertical на z, то есть это будет вперед-назад. Вот. Теперь этот вектор, я надеюсь, он понял меня, что это вектор 3. Ну, он должен был понять меня. Теперь мы добавим силы к богатырской, к персонажу. Вот. Мы возьмем сила, собственно говоря, это тоже вектор. В unity вы не поверите, как много всего это вектор. Даже в положении игрока это вектор. Мы умножим на что-то, на какое-то усилие, которое мы будем этого игрока пинать. И я бы хотел сделать какое-то поле, чтобы в рандайме можно было менять. Если вы делаете какую-нибудь публичную переменную, вот такую, например, то она автоматически становится доступна в редакторе. И сейчас мы с вами на это посмотрим. На самом деле, я не уверен, что 10 будет хорошо работать, но я очень надеюсь. Вот. Барабанная дробь. Ну, в принципе, это уже игра. Так как игрок не стоит на месте, то он уже, в принципе, ну, хотя нет, он застрял. Не хватает чего-то. Что? Инпут сейчас WSAD. Это самые стертые кнопки на любой клавиатуре подростка. Да? Но есть люди, которые спрашивают, говорят, а почему WSAD перекрашен в другой цвет на этой клавиатуре? Вы сразу понимаете, с кем имеете дело. Правильно? Если человек не знает WSAD, здесь также они мапятся на курсор. Дайте, чтобы я вас не обманул. Вот он опять пойдет у нас. Это как стрелки курсора. Но если вам не нравится такое хождение вашего главного героя, да, он должен ходить как-то по-другому. Капсула, кстати, это будет плеер. Смотрите, у нас есть опция, как сделать так, чтобы он нормально перемещался. Это приз позиция. То есть у нас позиция по Y у нас будет зафикшена. Вот. И также приз ротейшн. То есть у нас ротации вообще никакой этого плеера пока что не планируется. Правда? Это вращение плеера. В данный момент не планируется, он просто будет бегать. Приз позиция хорошо сработал, но плеера теперь надо поставить на... Да. Приз позиция не будем делать. Пусть он падает. Вот. Но силы как-то маловато. Вы заметили, что теперь форс есть вот здесь в... Как это сказать? В качестве как property. Давайте поставим что-нибудь побольше. Побольше. И вот это уже более динамичный шутер. Ну, динамика, по крайней мере, появилась. Я думаю, что 20 нам хватит. Есть еще разные варианты, как мы можем построить взаимную работу с плеером. Пока что нам придется остановиться, наверное, с этим. Потому что времени мало. А нам нужно кровопролитие. Правильно? Что за падение зомби? Да, да, да. Две руки. Хорошо. Хорошо. Смотрите. Как мы делаем взрыв? По взрывам взрывы довольно сложная штука. Но давайте сначала зомбарей. Зомбари, а потом взрыв. Хорошо? Все. Давайте. Что сделать? Я бы и с радостью хотел бы, но разрешение проекта не позволяет мне сделать ничего больше. Вы уж простите. Я могу нажать магическое сочетание клавиш и вот так увеличить как-то. Но это единственное, на что, пожалуй, я сейчас способен. Поэтому. А, смотрите. Нам проект, в принципе, не нужен. Ну и консоль, ладно, с ошибками тоже. Топку ее. Ребята, вы кровь прямо вот. Смотрите, ну хоть иерархию-то оставьте мне. Я уже не прошу много. Ну хоть что-то у меня должно быть. Есть магическая кнопочка 2D, она переключает игрушку в режим 2D. Хорошо, поехали. Зомби. Из чего делаем зомби? Тоже из капсулы. А почему из капсулы? Потому что зомби тоже будут цепляться за препятствия. Что? Не, ну мы же хотим, ну у нас как бы агрессивный там. Ну пусть они будут глупыми, но все равно капсулами. Как оно цепляется? Ну хорошо, ладно, ребят. Это будет реально жестокий куб. Ну вообще что-то, вы хотите взрывов, но их есть у меня, вы поймите. Вот, смотрите, будет куб. Значит, капсулу пока выключаем. Куб. Добавляем на него этот самый заветный наш плеер-контроллер. Вот. И добавляем... Маленький вот такой кубик, да? Ну, ступеньку, да? Маленькая, но... Нет, сейчас, сейчас, сейчас. Вот она. Вот. Ну, предположим, у нас был дизайнер. Ему сказали, надо сделать полосу на дороге, да? Ну, разделительную. Он ее сделал. Она выступает, да? Лежачий полицейст. Сейчас, 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 стойте. Да. Консоль говорит, что я протупил добавить rigidbody к нашему кубу, и он сейчас... Ему силу применить нельзя. Если это не rigidbody, силу ему не приложишь. Если тело не упругое. Не, ну, я только добавил rigidbody, постойте, постойте, друзья, ну... В принципе, геймплей получился неплохой. Так, кроме того, у него очень сильная сила трения. Не поверите, у куба. Поэтому силы надо добавить ему больше. 50. О, вот оно, видите? Смотрите, ну, это была, ну, большая довольно штука, да? Большая. Мы уменьшим ее чуть, так, чтобы вот действительно было похоже на ошибку дизайнера. Он ошибся, вот... Нет, не то, что я делаю. Он ошибся, да, и вот сделал, что оно чуть-чуть выступает, видите? Там, буквально на миллиметрчик. Я присматриваюсь, Катя микрофоном варьирует, чтобы понимать меня. Я надеюсь, что пройдет. Опа, и застрял. И ты не можешь понять, почему, а дизайнер все говорит нормально. Да. Поэтому вот, чтобы не было, когда у нас стыковка... Ну, хорошо. Ну, разогнались мы хорошо, да? А так вот не проходит. Ну, и с разгона, да. Почему с разгона проходит, знаете? Потому что физический бежок не успевает на большой скорости сделать просчет всех этих столкновений. И поэтому, если мы сделаем большую стену, он в череде тоже может проскочить. Ну, сильно много скорости, я сильно хотел двигать кубом. Так, кубом мы в топку отправляем. Он будет очень жестокий, но... Нет, не тот куб. Вот этот куб мы отправляем в топку. Вот. И оставляем нашу супер капсулу. Плеер. Капсулу. Вот. И делаем зомби. Правильно? Зомби... Нет. Нет, не в стену. Ну, взрывы есть. Подождите. Ну, вы напоминаете про взрывы, я не против. Но, как бы, пока что мы сделаем... Подождите. Где мой проект? Приходится много всего прятать, поэтому... Пишет проект. Надо куда-то задохнуть. Вот. Я просто хочу раскрасить капсулу, чтобы было уже по-настоящему красиво. Поэтому мы раскрасим капсулу врага. Вот эту. Это мы тоже уберем. Капсулу врага в зеленый цвет. Подойдет цвет настоящего зомби. Для этого делаем материал. Выставляем ему цвет. Цвет. Вот такой, да? Ну, в радугу нельзя раскрасить. Вот. Хорошо. Вот это будет зомби. Ему для того, чтобы функционировать в качестве предмета для битья, достаточно добавить риджет-бати. И мы уже можем заниматься расправами. Вот хотя бы так. То есть уже, в принципе, плеер доминирует над зомби. Теперь мы можем добавить к зомби. Очень прикольно добавляется всякое. Хотелось бы, чтобы он ходил правильно за нами. Тут есть для этого навигация. Вот есть окошко. Оно называется Navigation. Вот. Для этого мы выбираем плоскость, по которой будут все эти ходить ребята. Плоскость должна быть статической. Статическая, это значит, что она никуда не денется, и на ней можно вести всякие расчеты, можно свет рассчитывать, можно еще что-то делать. Вот. Мы взяли эту плоскость, поставили статик, перешли в навигацию, сказали... Ох же ж, тут нужна навигация. Вот. И нам нужна иерархия еще. Куда делать иерархия? Где моя? Вот она, да, здесь? Ладно. Я ничего пока не могу сделать с иерархией. Сейчас. Вот уж, блин. Ошибочка вышла. Хорошо. Мы выбрали плоскость. Выбрали здесь. Сказали, что она волкабл. Сохранили сцену. Да, он говорит. Это будет главная сцена нашей игры. И у нас теперь должен забейкаться этот меш. Меш. То есть, меш, вот этот навмеш, он позволяет разным персонажам двигаться по... Не просто двигаться, а находить путь к цели. По этому мешу. Хорошо. Мы временно спрячем все это в одно и то же место. И напишем небольшой скрипт. Для того, чтобы он двигался хоть как-то, ему нужен навмеш-агент. Навмеш-агент, если его поставить на какую-нибудь поверхность, будет совершенно точно взаимодействовать с ним, получать от него данные и по нему находить путь. Нам нужен также черектор-контроллер, чтобы он мог находить этот путь к заветной цели. Теперь мы добавляем сюда наш скрипт, который будет называться зомби-контроллер. Зомби-контроллер, он очень простой, правильно? Зомби у нас глупые, поэтому он может на старте спросить, есть ли у нас плеер. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, дедлайн. Дедлайн. Сейчас все сделаем. Подождите. Трансформ-плеер. В старте мы спросим у окружающей среды. GameObject. FindByTag. И мы точно знаем, что тег у него плеер, потому что мы сами поставили ему эту меточку. И теперь мы точно знаем, что плеер — это объект с тегом. Мы его присвоили, и зомби запомнил. Он как бы унюхал плеера, и все, дальше он будет путешествовать вместе с ним. И то же самое мы делаем на вмешагент. Почему transform? Потому что нас не интересует ничего, кроме позиции плеера. Зомби идет только на… То есть мы можем сохранить GameObject, но я в данном случае не вижу в этом смысла. Вот, и агент мы делаем getComponent на вмешагент. Вот, мы все это сделали, и теперь мы в апдейте говорим агент setDestination, и мы используем player.position. Вот, по идее, оно уже должно двигаться, если запекся какой-нибудь наш навмеш. player. Ошибочки. Вы заметили, что сразу выплывают, если у нас неправильная компиляция, ну, если что-то не скомпилировалось. У нашей капсулы нету, да? Так, ставим player. А теперь эту плоскость, я сделал ее большой, и она просто не может почему-то сейчас запечься. Еще от того, что в Lightning у нас наверняка происходит автоматическое запекание. Вот, автозапекание нам света не нужно, и оно скушает кучу ресурсов, поэтому, прежде всего, мы отключили его, должны были отключить. Теперь выбрали плоскость и забейкали. В консоли у нас уже ошибок нет, это были ошибки рантайма. Запускаем. И смотрите, в две строчки кода, реально, да? В две строчки кода. Смотрите, время поджимает, то есть пистолета нет, да? Сколько времени осталось? Есть предложение, да. Мы можем продолжать кодить, но у нас есть еще 15 минут. То есть давайте… Есть предложение, короче, капсула смертник. Капсула смертник – это самый лучший вариант, который у нас сейчас будет. Но там просили взрыв, я помню. Ну вот, капсула смертник. Ага, то есть она умрет, понятно. Капсула умрет, не просто умрет, это будет феерично. У нас еще будет один кофе-брейк, вы сможете потом задать вопросы, я предлагаю, чтобы у нас все свершилось. Смотрите, если бы все свершилось, мы сделаем армию зомби, но выключим их навигацию. Почему? Потому что навмеж требует character controller, character controller… Короче, и мозгов ему тоже не надо больше. Вот, но мы их отдублируем, смотрите. Control, Command D. У нас вот будет много, много зомби. Вот, они все должны быть с… RigidBuddy. RigidBuddy. Так, я много сделал, но бесполезно. Вы знаете, что Command D – это замечательная штука, которая позволяет вам… Хотите армию клонов сделать, любых. Хоть в Corel, хоть в Photoshop. Visual Studio работает? Command D. Да, ну хорошо. Вот, смотрите, армия зомби. Есть наш беззащитный игрок. В PlayerController мы можем обработать кнопочку. Смотрите, во-первых, мы скажем Public GameObject. Взрывчатка, да? Это делает нашего агента очень опасным. Мы сейчас присвоим, у меня есть заготовленный взрыв. Почему заготовленный? Потому что мы не успели бы его запечатлить. Так, и теперь мы скажем, если… Input GetButton. Есть кнопочка специально для того, чтобы ввести огонь по зомбикам. О, сейчас будет. InstantShade. Мы даже никакой логики не будем писать, потому что взрыв — это все, это конец. Мы InstantShade делаем Explosion, Explosive. Position — это Transform. Position. И Rotation. Paternion. Identity. Что такое Paternion? Разговор еще на одну лекцию. Для нас это ротация в вращении. Чтобы плеер не умирал многократно, вы понимаете, что он умрет, а потом опять умрет, а потом опять умрет, мы сделаем какую-нибудь переменную bool is alive. True. Собственно говоря, после взрыва мы говорим, что false. Нет, мы скажем, что GameObject SetActivePose. Можем и DeStroy сделать GameObject, но это как-то не по-взрослому, потому что зомби... Сейчас, погодите. У меня заготовленный взрыв. Мы сейчас откроем этот самый проект. Здесь есть папочка StandardAssets. Боже ж ты. Трудно жить. Трудно жить на малом окне. StandardAssets. ParticleSystems. Она как бы стандартная. Вы можете скачать ее. Она прямо идет вместе с Unity. И вы там же можете найти все необходимое. Есть, соответственно, здесь prefab для взрыва. Он называется Explosion. Есть Explosion Mobile, который делает меньше партиклов, чтобы ваша игра после этих манипуляций все еще осталась жить. Player. Ладно. Как же мы будем это делать? Инспектор. Player. Хорошо. Эксплозив. 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 Эссетс. Эксплозин. Ребята, по-моему, да? Да. Эксплозин. Ну что, пробуем. Вот она, армия зомби. Нажимаем на кнопочку. Все. Еще раз. Вот с хорошего угла. Видите, пока мы с вами игрались, камера выставилась не так, как хотелось бы. Вот эта заветная штучка Align with you. То есть это уже реально заготовка для игры. Вот видите, зомби атакуют. Плеер вырывается вот в толпу, нажимает кнопочку и все. 40 минут? Нет, не 40, 50. Ну ладно. Я еще 10 минут свистил вначале. Ладно.